Сегодня основной специализацией данных предприятий является производство товаров народного потребления, это готовый текстиль, верхняя одежда и продукция народно-художественных промыслов. Это изделия из керамики, изделия из лозы, непосредственно изделия длинного волна, кованые изделия. В целом, если говорить о предприятиях белых художественных промыслов, объединения, финансово-художественные деятельности характеризуются как устойчивые. Если говорить о перспективе, да, действительно, мы рассмотрели предложение область полкома, он так называемый инвестиционный проект по развитию предприятия по объединению с Белвестом. Здесь в чем есть интерес? Что значит по объединению? Вы ее продать хотите? По продаже? Да, по продаже. Ну так что объединение? По продаже. Я почему пригласил комбината представителя? А почему вы не хотите взять эту фабрику и шить здесь? Мы лет пять назад обращались к фабрике, давали предложение, что мы будем присоединить все фабрики, обеспечивая их заказами, но коллектив фабрики на тот момент выбрал самостоятельную работу. Эта фабрика лежит в плоскости ваших интересов. Да. Вы могли бы ее загрузить с будущего года, они могли бы производить то, что надо, ну а мне, вот мне, как главе государства, чего от вас не хватает? Мы больше надо нам производить льняных изделий. Больше. Это же, это наше, понимаете? Это наше родное. Ну как вы сказали, проблема со швейми у нас тоже. Почему, Николай Николаевич, вы вместе с ним не рассмотрели этот вариант, а сразу пришли к крайнему варианту продажи? Я ничего не имею против Суманеева. Он молодец, что он увидел это, покупает. Ему, наверное, надо. Будем говорить право. Предложение Суманеева подтолкнуло и вас, и другие предложения появились. Я думаю, что в комбинатном было разговоры, я вчера губернатор разучил. И этот вариант мы уже вчера проговарили. Мы так влагали и сейчас так влагали. Ну а что ты скажешь по поводу этого цеха? Что скажу? Конечно, с учетом того, что работает здесь несколько человек, то я так думаю, что большие издержки по содержанию этого цеха. Это первое, что приходит на ум. И оборудование, что работает, что нет. Это надо специализировать. Ну, оно работает с 98-го года. Я так понимаю, что на специализированное ставить полуавтомобильность здесь. То есть оборудование надо менять. Спасибо. Конечно, тут порядок. Надо наводить цель большой, нормальный. Значит, фабрика с 1-го августа, с 1-го, все документы должны быть у меня на столе. Поступает твое распоряжение. Льнокомбината передай директору. Головой отвечает за это директор льнокомбината, нашего аршанского льнокомбината. И председатель райисполкома. К концу года фабрика должна иметь презентабельный вид. Ты знаешь, что там сделать. В течение июля месяца сюда надо назначить руководителя. Главная проблема, почему я это решение принимаю, мы отвратительно работаем с льном. Мы делаем прекрасные ткани. При всех недостатках. Прекрасные. Других нет в Беларуси. И в мире уже нет этих тканей. Это тяжелое, трудоемкое производство, как ты понимаешь. Но делаем хорошие ткани. И, кстати, изделия из ткани умеем отшивать. Особенно у вас там, на вашем участке. И в магазинах ваших хорошее продаем, но мало, надо агрессивнее работать. И вот эта пандемия, не было бы счастья, несчастье помогло. Она вам поможет. Посмотрите, люди будут брать, если мы развернемся. Вы чувствуете это, да? Одежда это основное сейчас как бы... Питание и одежда. Коллективу передай, что мы их теребить не будем. К концу года здесь более-менее зарплата будет нормальная. Ну, я не говорю даже, как работать. Люди у нас работяшки. Давай работу, они будут работать. Ну, надо заплатить. Продолжение следует...